Русские новости 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 артиллерийский террор, и рассказывать жителям Донбасса, что они сами не русские, а украинцы, что Россия им, конечно, ничего не должна, и что поиграли и хватит. Старикова должны встретить в Донбассе 14-го числа, 14-го июля. Посмотрим, какая это будет встреча, насколько она будет теплая, и сколько понадобится Старику охраны, чтобы за свои гнусности не получить по сусалам. Обстановка такова, что теперь невозможно однозначно призывать русских людей проливать кровь в ополчении или покинуть преданную кремлянами и их ставленниками Новороссию. Каждый теперь решает этот вопрос для себя, исходя из конкретных условий своего понимания. Такова трагедия русских людей в Новороссии. Защищать ставленников Кремля и их интересы совершенно невозможно, но кому-то невозможно и бросить свое дело, и оставить без прикрытия Донецк, Луганск, другие территории Новороссии, еще не захваченные карателями, потому что там будет бойня. Она, собственно, уже идет, и мы видим, как относятся к мирным жителям, те, кого послал Порошенко якобы в контртеррористическую операцию. Это массовые убийства людей, массовые преступления. Может быть, не настолько массовые, как на настоящей войне, но тем не менее, людей расстреливают из установок залпового огня. Это геноцид, и нет сомнения в том, что Порошенко продолжит этот геноцид, который осуществляется по всей территории Украины, и на той ее части, которая сейчас защищается ополченцами. В то же время многим ополченцам просто уже не в моготу исполнять те обязанности, которые возложила на них судьба, и они сами возложили на себя, потому что их просто убивают ударами в спину. И тем, кто подвержен вот этим действиям со стороны руководства Новороссии, ДНР, ЛНР, тем, конечно, оставаться в рядах ополченцев уже просто невозможно, и они правильно делают, что сворачиваются и возвращаются в Россию. При этом им надо рекомендовать крайнюю осторожность, потому что в России враги русского народа тоже постараются сделать все, чтобы ополченцы никогда свою гордость русских людей, с оружием в руках защищавших свои национальные интересы, не вспомнили и на территории России ни в коем случае с этой гордостью не смогли бы жить той жизнью, которую они хотели бы для себя и для других русских людей. Русские даты. 15 июля, это будет уже завтра, в Волгограде Русский общественный совет проводит митинг, посвященный основанию города Царицын. Начало мероприятие в 17.00 у фонтана искусства на центральной набережной. Советуем всем волгоградцам присоединиться к этому мероприятию. Русский общественный совет проводит. Русские люди вспоминают о том, что город назывался изначально Царицын и означал, что именно цари были основателями русских городов и опорой русской государственности. От этого факта уйти нельзя, и те, кто распространяет бредни о русской истории, якобы о тысячелетнем рабстве нашего народа с принятием христианства, это, конечно, подлецы. Вольно или невольно они являются русофобами, они клевещут на русскую историю. И те, кто поносит русских царей, русских государей. Разные там были люди, разных способностей, но все они были русскими православными людьми, государями земли русской. Все они защищали нашу страну, нашу родину, наш народ. И это был взлет русской государственности в Российской империи. Кто этого не понимает, тот не понимает русскую историю и так или иначе присоединяется к клеветникам России, которым в свое время писал Пушкин, когда было польское восстание против России. Вот к клеветникам России мы все должны отвечать тем, что с презрением отвергаем их идиотские домыслы. Мы знаем, что город на Волге назывался Царицын, и это правильное его название. Никакой не Сталинград, не Волгоград, а Царицын. Город во славу русских царей. Это нужно только приветствовать и присоединяться к Русскому общественному совету, который в 17 часов 15 июля у фонтана искусства на центральной набережной проведет торжественный митинг, торжественное мероприятие, посвященное годовщине основанию города Царицыно. По-прежнему большевики правят Россией. В Москве помимо станции метро Войковская появится еще один транспортный объект с именем цареубийцы. Городскими властями принято решение назвать новый объект инфраструктуры, строящийся в остановочный пункт Московской кольцевой железной дороги именем террориста и деда-убийцы Войкова. На общественное слушание вопрос о названии транспортного узла не выносился. Стройка идет полным ходом, а на платформе уже установлены таблички с названием «Войковская». Ну, кто не знает, Войков один из организаторов убийства царя, государя, императора Николая II и всей его семьи с детьми и слугами. Это было варварское, зверское убийство. Это один из ключевых пунктов русской истории, непонимание которого ведет любого человека в тьму невежества и ненависти к своей собственной стране, непонимание своей собственной истории. Вот это непонимание, оно инспирируется как раз теми людьми, которые у нас сейчас возглавляют Москву и которые насмерть стоят, чтобы станция Войковская, район Войковский, вот еще новый транспортный узел Войковской не были переименованы. Это ритуальная позиция. Было ритуальное убийство. Вместе с ним убивалась и русская государственность. И сейчас сохранение названия метро Войковская, Войковский район, Войковский транспортный узел Московской железной дороги, это все действия вполне сознательные. Как было сознательно предпринято действие по захоронению так называемых Екатеринбургских останков, когда не было доказано, что они действительно принадлежат Николаю II и его семье, это тоже было ритуальное действие для того, чтобы закрыть вопрос. Нам, русским людям, нельзя дать этот вопрос закрыть, и негодяям, которые продолжают символически оскорблять русскую историю, прославляя имена детоубийц, нам надо сопротивляться. В том числе и тем, кто пытается сейчас вернуть памятник Дзержинскому на прежнее место, вот этим кровавым чекистам, это памятник им. И поэтому мы должны понимать, что Дзержинский и его памятник – это символы уничтожения русского народа, истребления, массового истребления русских людей. И кто не понимает этого, тот, видимо, не понимает свой собственный народ, может быть, даже отрекается от принадлежности к этому народу. Им важнее большевизм, сталинизм, ленинизм, все эти измы, которые так тяжело отозвались на судьбе нашего народа. И все здравые русские люди, конечно, должны сопротивляться. И восстановлению памятника Дзержинскому, и существованию таких названий, как метро «Войковская» или транспортный узел «Войковская». И другим должны выступать против других имен на картах наших городов, на картах нашей страны, где есть по-прежнему Свердловская область, Ленинградская область, где множество улиц, городов, площадей названы именами убийц, живодеров, садистов, врагов, самых настоящих, самых отъявленных, кровавых врагов русского народа. Пока не будет защищено пространство, пока улицы наших городов не будут названы именами великих русских людей, а не врагов русского народа, мы должны считать, что в Кремле сидят так называемые поляки, которые хотят смерти нашему народу, которые хотят уничтожения России, исторической славы. Они хотят, чтобы все было загажено вот этими именами русофобов, врагов русского народа. Почему это происходит? Потому что в Кремле сидят те же самые враги русского народа, продолжатели дела Ленина, Сталина, Дзержинского, Ежова, Берия и прочих негодяев, подонков, которые в русской истории должны быть заклимлены как русофобы и негодяи. Конечно же, не должно им никаких памятников, никаких названий с именами, с их именами на улицах Москвы или других городов не должно быть. Варьё. Варьё продолжает править в нашей стране не только русофобы, но и враньё. Это связано одно с другим. Чтобы оправдать своё воровство, человеку, конечно, надо быть одновременно и русофобом, ненавистником русской государственности. Басманный суд Москвы продлил арест заместителя начальника административно-контрольного управления Федеральной налоговой службы. Представляете, какая должность? Заместитель начальника административно-контрольного управления Федеральной налоговой службы Дениса Гусева. Следствием подозревает хищение бюджетных средств на общую сумму около 100 миллионов рублей. Ряд фирм получали от ФНС контракты и бюджетные деньги на налаживание работы налоговых инспекций в Крыму. В первую очередь речь шла о ремонте помещений, установке систем кондиционирования и так далее. На самом деле большинство фирм почти ничего не делали, деньги похищались, причем львиная доля средств шла на высокопоставленным сотрудникам ФНС РФ. Фирмы, получавшие контракты на работы в Крыму, порой создавались за три месяца до проведения конкурсов. Они не имели никаких кредитных историй. Что они ничего делать не будут, было очевидно даже не специалисту. В ходе расследования сотрудниками ФСБ был произведен осмотр мест жительства одного из высокопоставленных фигурантов дела, результаты которого поразили. Он сейчас заканчивает ремонт гигантской квартиры в центре Москвы. Работы ведутся с использованием редких пород мрамора. А строящийся особняк в Подмосковье по своим размерам и шику может переплюнуть коттеджи некоторых олигархов. То есть это тоже олигархи. По своему материальному достатку, это олигархи. Это люди поставлены на государственную службу. И если олигархи это просто люди назначенные на воровство, то вот эти чиновники, поставленные на должности, сами берут себе столько, сколько они считают нужным, чтобы быть на уровне жизни, который обеспечивает себе олигархи. Ну вот, видимо, олигархи решили поставить их на место и натравили ФСБ на федеральную налоговую службу. Сотрудники ФСБ изъяли в офисе Петербургского Сити-Инвестбанка 100 килограммов долларов, которые якобы принадлежат депутату Госдумы Алексею Лысякову. Силовики действовали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах. В банке они собирались провести выемку документов. Сотрудники спецназа ФСБ провели штурм банка, предварительно его обесточив. На инвестии было найдено и изъято несколько коробок с наличными, семью миллионами долларов и несколькими миллионами рублей. Согласно обнаруженным документам, деньги принадлежат депутату Госдумы о справедливой России. На запечатанных скотчем коробках, изъятых в банке, были наклеены ксерокопии депутатского удостоверения Лысякова. Также была обнаружена крупная сумма в американской валюте, владельца которого установить не удалось. Неплохо у нас работают банки и неплохо у нас живут депутаты Госдумы. Ну и амнистия для варья. Госдума Российской Федерации приняла в первом течении законопроект об амнистии воровских капиталов. Закон должен позволить на правовой основе вовлекать в экономику России финансы, которые находились в так называемой серой зоне. То есть не доказано их криминальное происхождение, но люди, которые обладали этими капиталами, скрылись за рубежом и скрыли свои капиталы, неизвестно как нажитые, по крайней мере, то, что они нажиты законным путем, неизвестно. И вот эти серые капиталы должны быть теперь отмыты, реабилитированы, якобы они будут втягиваться в российскую экономику. Также закон призван осуществить перерегистрацию имущества и фактических владельцев этих капиталов. Согласно закону, активы, которые будут задекларированы в рамках амнистии капиталов, не станут облагать единовременными налогами и сборами. То есть еще и так скрылся за рубежом с наворованными деньгами, так еще и налоги с них не заплатил. Здорово! Участники амнистии также будут освобождены от уголовной административной и налоговой ответственности в отношении деяний, совершенных до 1 января 2014 года. Данные декларации нельзя использовать в качестве основания для возбуждения уголовного дела или как доказательство в рамках уголовного дела. Кроме того, законопроект предполагает полную конфиденциальность тех лиц, которые воспользуются амнистией капиталов. Вы представляете, какой сговор произошел между администрацией, которая сейчас у нас правит в Кремле и в правительстве, и ворами, которые сбежали за рубеж. Это, кстати, не самые грязные капиталы. Самые грязные как раз у тех, кто объявил вот эту амнистию. Просто они готовы были выпотрошить сбежавших, а те вовремя скрылись. И теперь этим скрывшимся говорят, «Вы знаете, с вашими капиталами нам будет жить легче, и мы вам все простим». Но мы-то, граждане России, готовы просить тех и других, кто находится в черной зоне, то есть является просто вором, или в серой зоне, кто является вором, но пока еще его воровство не доказано. Я думаю, что русская власть не будет иметь проблем с тем, чтобы доказать воровской характер этих капиталов. И все, кто будут амнистированы по вот этому закону, все без исключения будут проверены на предмет законности приобретения ими активов разного свойства. И те, кто действительно окажется пособниками ныне действующего режима, кто действовал так же, как действуют олигархи, кто грабил нашу страну, все будут сидеть за решеткой. Я вас уверяю, что это произойдет неизбежным образом. И даже кто считает, что он своим детям передаст сам отправившись в мир иной огромные капиталы, и они не будут востребованы будущей русской властью, тот сильно ошибается. Все будет возвращено. Все будет возвращено во владение российского государства и российского народа. Русские Путину не нужны, как не нужны были и Ельцину. Обращение выпущено Обществом вынужденных переселенцев из Чечни в Санкт-Петербурге. Обращаются к вам русские граждане, покинувшие Чеченскую республику из-за войны 20 лет назад. Нас, наше же государство, закидывало бомбами, нас вырезали чеченские боевики. Во время войны мы потеряли жилье, все имущество, и никто из нас за 20 лет не получил полное возмещение за утраченное жилье и имущество. Правительство нас, более 300 тысяч беженцев, сделало бомжами. Мы изгои в собственной стране. Большинству из нас уже далеко за 50. И пережив ужасы войны, а потом скитаясь по улицам нашей Родины, мы уже ничего не боимся. В результате нашей борьбы и многочисленных обращений были даны президентам поручения правительства о разработке постановления о возмещении причиненного войны и ущерба в полном объеме. Поручения были 5 сентября 1998 года указ президента, 4 августа 2006 года поручение президента Путина уже правительству решить проблему социальной защиты граждан, пострадавших в Чечне, 15 июня 2007 года поручение президента Путина председателю правительства Фродкову, считая проблему чрезвычайно актуальной, прошу представить предложение в кратчайшие сроки, 20 сентября 2010 года поручение президента Медведева. Ни одно из этих поручений не было выполнено Министерство финансов, ссылается на отсутствие денежных средств в бюджете. Есть такой документ, хотя по закону мы имеем право на возмещение вреда. Данная проблема крайне неудобна нашей власти, ее игнорируют. На настоящий момент мы вынуждены обращаться в судебные органы, на бездействие правительства. Но защитить свои права в судах, в кабинетах чиновников до сегодняшнего дня, не имея сильной юридической поддержки, мы не смогли. Просим оказать юридическую информационную помощь, пусть даже любым советом компетентного юриста просто. Чем можете, помогите. Это обращение к нам, гражданам, уж к правительству бесполезно прощаться. С уважением, руководитель организации Блудкина Валентина Ильинична, Малиновская Елена Петровна, Якунина Анна Петровна. Я могу сказать, что занимался этой проблемой, когда был депутатом Государственной Думы. Конечный итог этой проблемы крайне неутешителен. Во-первых, правительство всегда стояло на позиции, что к чеченцам особое отношение, русским угнетение. Эта позиция не изменилась с тех пор. Тогда предполагалось, что для чеченцев, которые продолжают жить в Чечне и пострадали от войны, будет полное возмещение всех, всего того, что они потеряли. То есть за счет вот этих выплат из бюджета чеченские жители Чечни смогли восстановить свои дома, возместить ущерб от имущества, от гибели близких. А русские не смогли, потому что предполагалось, что выплаты русским, бежавшим из Чечни, испытавшим на себе все ужасы войны, причем войны действительно с двух сторон, на них нещадно сыпались бомбы и снаряды и со стороны федеральных сил, и их изничтожали, убивали, издевались над ними чеченские бандиты. И вот этим людям не выплатили, некоторым не выплатили вообще ничего, потому что им говорили, за документами отправляйтесь в Чечню, привезете документы на свое имущество, вот тогда мы их будем рассматривать. Ну, то есть отправляли на убой, с учетом, что люди, конечно, не поедут в Чечню ни за какими документами, потому что оттуда они просто не вернутся. Ну, наверное, многие и не вернулись. Ведь вырезали целыми семьями, уничтожали целые поселки, целые села, вырезали, изничтожали. И теперь вот отношение к тем, кто пострадал от войны в Чечне, ничуть не изменилось. Было выпущено специальное постановление правительства, в котором было сказано, что проблема закрыта, больше никаких выплат не будет. Поэтому вот эти все обращения в суды потребуют опровергнуть вот то постановление, которое было выпущено. Надо привлекать другие правовые источники, которые требуют от правительства возмещения того ущерба, который был нанесен, в том числе и федеральными силами. Во время войны все страдают, но ведь вся страна отвечала за то, что она потерпела над собой такую власть, которая позволила чеченским бандитам захватить Чеченскую республику и устроить там геноцид русского народа. И начавшаяся первая, потом вторая русско-чеченская война, так прямо и надо называть, это русско-чеченская война. Это никакое не восстановление конституционного порядка и никакая не контртеррористическая операция. Это война. Русско-чеченская война. Нам надо так к этому и относиться. Русские в этой войне пострадали больше всего, больше 300 тысяч беженцев и порядка 50 тысяч человек погибших, мирных жителей, не говоря уже о тех погибших солдатах, которые смогли все-таки в конце концов уничтожить этот бандитский анклав. Ну а Кремль этот бандитский анклав тут же передал на руки одной из бандитских рубировок во главе с Рамзаном Кадыровым. Сначала его отцу передано было, а потом по наследству, как это у нас принято теперь, земля вместе с жителями, вместе с материальным достоянием, вместе с бюджетными субвенциями, все это было передано Рамзану Кадырову. Естественно, русских забыли и стараются не вспоминать, чтобы не вспоминать о том, что территория Чеченской Республики просто передана Путиным в группировке бандитов, которые как правили бандитским путем, так и продолжают править. Ну и в завершении русских новостей несколько слов схожу о том, как я побывал в Кузбассе, в городе Новокузнецке, затем в городе Мыски и в поселке Шорцев-Казах, который был полностью уничтожен угольной хунтой, получившей покровительство многолетнего губернатора этой земли Аман Тулеева. Надо сказать, что неожиданным для меня было сопровождение нашей группы сотрудниками разных органов, какие мы точно сказать не можем. По крайней мере, когда мы поехали в поселок Казах, убедиться на месте, как разорили эту землю, этот населенный пункт, угольные магнаты, нанявшие каких-то бандитов, и те, кто запугивал шорцев и русских, живших на территории этого поселка, нас сопровождали в итоге четыре машины. Четыре машины. Это были представители частного охранного предприятия Альфа, которое нанято сибуглеметом одной из структур, которая ведет там разработку земель, шахта Южная, которая там уже вплотную подошла к поселку Казах. Ее руководство оказывало давление на людей, чтобы они покинули эти места кому-то угрозами, кого-то небольшими деньгами. Они понуждали к тому, чтобы выселиться с этой территории. Тех, кто упорствовал, тех просто сожгли. Сожгли их дома. И сейчас есть участки, которые находятся в собственности этих людей, но на этой территории уже никто не живет. Она заросла высокой травой, а вокруг на эту территорию надвигаются разрезы, и она наверняка будет разработана. Из недр будет взято все, что угодно. Без всякого уважения к людям, которые жили на этом месте, без уважения к их быту, религиозным взглядам, без того, чтобы компенсировать им то, что наносит ущерб их жизни. Здесь просто цинично, цинично уничтожили традиционный поселок проживания шорцев. Зарвали лысую гору, на которой они проводили свои ритуалы. Под ней оказался уголь. Какие ритуалы, когда тут уголь? А могли бы все-таки переселить шорцев компактно, как они проживали, на какую-то другую территорию, там, где нет этих полезных ископаемых, там, где они могли бы жить своим традиционным образом жизни, заниматься охотой, рыболовством, собирать кедровые шишки. Это было веками их занятием, и без этого они, конечно, жить не могут. Ну и русские люди ведь тоже подвергаются совершенно точно такому же преследованию, точно так же цинично к ним относятся, даже когда можно, и не так уж дорого, провести цикл мероприятий, с одной стороны, природоохранных, которые как-то компенсируют те безобразия, которые делают угледобывающие компании с нашей землей, так и те мероприятия, которые связаны с переселением людей в места, где они могут обитать. Нет, не хотят отдать даже доли процента от тех прибыли, которые получают, и просто нанимают бандитов. Нанимают бандитов. Вот эта группировка, которая называется частно-охранное предприятие «Альфа», это, конечно, бандитская группировка. Те, кто там служит, может быть, не подозревают об этом, но у них есть группа быстрого развертывания, и как только мы подъехали к шлагбауму, через который нас не пропускали, совершенно незаконно, и как только мы подъехали к шлагбауму, который перекрывал там движение, и там это движение перекрывается так же совершенно незаконно, тут же, буквально через 15 минут, подъехала машина вот этой группы быстрого развертывания, человек в кепке с какой-то там кокардой, предъявившей бумажку, он печатанный на принтере негосударственного образца, и заявил, что я вас не пущу. После того, как мы вызвали наряд милиции, через некоторое время шлагбаум был поднят, но вот эта группа быстрого развертывания перекрыла поворот на разрез, и там стояли люди такие свирепого вида, в пятнистой форме, подъехал целый УАЗик, и еще одна машина стояла, перекрывали движение. А в нашу сторону, когда мы свернули к поселку Казас, там отправились еще две машины, нас сопровождать неизвестные люди на гражданской машине, на машине группы быстрого развертывания, у них так гордо набакует, все было написано. В общем, следили за нами весьма тщательно, хотя мы никого не предупреждали о том, что мы поедем в поселок Казас. Это были переговоры телефонные, тем не менее, вот такое быстрое реагирование со стороны администрации, которое связано с угольщиками, связано с вот этим ЧОПом, показывает, что наши телефоны прослушивались. Это подтвердилось также и во время поездки, которую мы предприняли в поселок Тебе. Тоже небольшой поселок, видимо, он будет объектом агрессии со стороны, если не угольных хунтов, то золотодобытчиков, которые спят и видят, как эту территорию используют в своих целях. Там действительно разработка золота сулит огромные барыши, а люди живут на этом золоте. Значит, их надо просто истребить или согнать, разогнать, запугать. Думаю, что это начнется очень скоро. А пока мы ехали в поселок Тебе, оказалось, что каким-то образом это стало известно администрации области или района. И о нашем визите было сообщено главе администрации этого небольшого поселочка. Такая пожилая, добродушная женщина. Она, конечно, никакого отношения к этим прослушиваниям телефонов не имеет. Мы рассказали о том, для чего приехали, что мы увидели, какие беды ждут жителей поселка Тебе. И единственное, что можно сказать, мы зафиксировали этот момент прослушивания наших телефонов. Это совершенно очевидно, потому что все разговоры о поездке были только между собой. Только между собой и по телефонам, по которым мы обсуждали этот вопрос. Когда мы поедем, в котором часу мы прибудем. И коль скоро нас ждали, ждали нашего прибытия буквально с утра, то есть с того момента, как мы затеялись приехать на это место, администрации было известно. Ну, с чем я и поздравляю Амана Тулеева, которому, конечно, давно уже пора бы на покой, по состоянию его ума, по возрасту. И по некоторым другим характеристикам его деятельности, ему лучше сейчас уйти на покой, а не баллотироваться вновь в губернаторы. Он там с 97-го или с 98-го года, ну, такой махровый коммунист, который тут же продался Ельцину, как тот в 96-м году фальсифицировал президентские выборы и назначил его губернатором. Лучше сейчас, Аман Гумирович, уйти на покой, потому что потом будет хуже, потому что потом придется уходить не на покой, а в тюрьму. Потому что такое безобразие, которое вы устроили в области, ну, просто не поддается описанию, не поддается характеристикам в рамках приличного слова употребления. Да, с одной стороны, мы увидели первозданную природу, в поселке Теби она почти не тронута, а с другой стороны, вот в поселке Казас, и вокруг него мы увидели чудовищное разорение, которое нанесено вот этой угольной хунтой, которая образовалась и которой покровительствует Аман Тулеев. Разорение страны чудовищное. Вот там, в Кузбассе, оно настолько очевидно, что впору людям сказать, то здесь власть слась, слась. Такой власти невозможно терпеть. Тем более, что от того, что добывается из земли, ни городу, ни области, ни стране не попадает ничего. Объем налогов, который платят угольные магнаты, просто ничтожен, просто ничтожен. И эти люди, забирая колоссальные богатства из земли, присваивают их себе, потом скрываются за рубежом на подготовленных площадках, где они вместе со своим потомством могут жить многие годы, поколения, десятилетия. То есть это люди, уже давно не русские, не принадлежащие к русской цивилизации, не относящиеся себя к России и готовые пустить Россию по миру, развалить ее, присвоить ее достояние, лишь для того, чтобы обеспечить себе и своим ближайшим сподвижникам, пособникам безбедное существование на уровне самых высших образцов потребления, которые есть, встречаются на Западе, о которых мы судим по рекламным буклетам. Вот это такого рода люди. А люди типа Омана Тулеева, это их наемники, которые обеспечивают эти сверхдоходы, разоряют нашу страну. Редактор субтитров А.Семкин